Здравствуйте, друзья! У вас на экранах Ирина. Ирина Рилтер. Здравствуйте! В каком там вы месте? В Вест Палм-ричи мы сейчас находимся и мы заезжаем конкретно в кондоминиум комплекс, который называется Стерлинг. Хорошо, это большой, там много юнитов? 330 юнитов, вы можете им показывать сейчас. Так, смотрим. 330 юнитов, здесь 18, 22 билдинга. Эта комьюнити очень популярная между, среди молодежи, среди людей, которые вот поженились только. Это уникальный совершенно комплекс, в котором до сегодняшнего дня можно найти однокомнатную квартиру. 800 где-то. Односпальную? Односпальную, да. Однокомнатную, да. То есть имеется в виду, в Америке считается однокомнатная. One bedroom – это имеется в виду одна спальня и один living room. То есть по-русски это двухкомнатная квартира? Да, да. И вот мы сейчас посмотрим такие квартиры. Можно найти квартиру порядка… Нет, от 100 до 110 тысяч можно купить такую квартиру. А если там будет уже две спальни, скажем, трехкомнатная квартира? Трехкомнатную мы тоже с вами посмотрим. Можно взять где-то 100, может быть даже 140-150 тысяч. Но есть одна проблема, что там большая месячная оплата. Потому что здесь оплата идет соответствуя… Трехкомнатная ассоциация вот эта вот. Да, месячная оплата. Мы об этом поговорим больше. Давайте мы сейчас зайдем в квартиру, посмотрим квартиру и по дороге я буду все рассказывать. То, что вы видите, друзья, это риэлторский бокс такой. Это вот когда квартира на сдаче… Электронная. В данном случае уже электронная. Когда квартира на сдаче, вы можете подойти и вытащить из нее ключик. А поскольку электронная, то она знает, кто из риэлторов пришел и взял. Правильно? Просто так никто не зайдет. Просто так нет. Все. Пошли, пожалуйста, заходим. Заходим в квартиру. Так. Значит, это квартира двухэтажная. Значит, зашли, и как бы пространства особого нет. Вот такой пятачок. Так, внизу находится маленький сторож. Под лесенкой маленькая кладовочка. Давайте глянем. Ну да, да, тут можно. Можно. Так. Двухэтажная квартира. Все остальное абсолютно находится на втором этаже. Это самая большая модель. Так, так, так. Из нее потенциально из нее можно сделать все, что хотите. Как? Можно перестраивать? Можно перестроить. Здесь люди закрывают и делают целую комнату. Снаружи закрывают. Слушайте, это сеточка, да, что это? Да. Потому что у нас, как все знают, маскара, мошкара, москиты и прочее. Поэтому всегда сетки ставятся. А это вот искусственный водоем какой-то? Это искусственные водоемы, да. Они сделаны. Уточки плавают. Крокодички. Крокодилов нету. И мы закрывали их. Так. Значит, итак, это такая как бы лоджия. Да. Вот здесь еще отдельный выход есть. Посмотрите. Выход из дома. Вы можете спуститься вниз. То есть два выхода у вас. А, окей, окей. Хорошо. Давайте посмотрим квартиру. Давайте про нее какие-то параметры, может быть. Какого возраста дом? Какой площади квартира? Я понял. Дом этот 88-го года постройки. То есть внутри света? Здесь находится стиральная машина. Это очень большое достижение, потому что стиральные машины не везде. А, вот тут они за стеночкой. Так, так. Во Флориде у нас нету газа. У нас ведь все в основном электрическое. Электрическая плита. Обязательно. Вот таким образом квартиры сдаются, таким образом квартиры, вот так как вы сейчас видите, таким образом они и продаются. Вот это квартира, которая стоит, вы сказали, 1110, да? Ну вот такая квартира где-то 110, потому что уже положил пол. Отлично. Мы ее уже сдали за 3 дня, мы ее сдали за 1200. Вот это то, что я хотел спросить. Значит, за 1200 она сдается. Месячная оплата такой квартиры идет порядка 370 в месяц. Для владельца. Для владельца. Значит, 370 он платит в ассоциацию, еще там долларов, то есть там 70-180 в налог. Ну считайте 200 долларов, давайте побольше. Налог на собственность. Да. Каждый год вы платите в ноябре. И получается у вас чистая прибыль где-то 600 долларов. Значит, если он нанимает агентство какое-то, вот скажем, вы делаете это, да? Значит, если он вас нанял, вы его тут же сдали, и оно более-менее крутится, и с 1200, значит, мы… Вы платите по правилам, опять, в Флориде, по правилам в нашем аккаунте, вы платите 1 месяц комиссионных для риэлторов. Окей. То есть для тех, кто сдает, кто приводит тенантов, то есть для квартиросъемщиков, все. То есть получается, что… И во Флориде можно сдавать только на 1 месяц, на 1 год. Окей. То есть не по месячной не сдается. Да, нет. Теперь, значит, получается такая история. Вот если я пришел с наличкой… Да. …потратил 110 тысяч наличкой… …то я буду реально, что называется, take home, я могу забрать, может быть, там, 5-6 тысяч, да? За год. Конечно. Конечно. И плюс, учтите, что эти квартиры растут, потому что такого качества квартиры в таком расположении, потому что здесь находится очень близко 95-й, ко всем абсолютной инфраструктуре… …до океана здесь максимум 15 минут ездить, в чем очень хорошие пляжи, то такого расположения больше ничего не строится. Все начинается после 200 тысяч. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы сдать эту квартиру? Три дня. И у вас было несколько предложений? Да. Несколько предложений мы выбираем, потому что здесь в Америке существует понимание кредитной истории… Конечно. …которые котируются по баллам. Значит, здесь кредит скор должен быть не меньше 650. И мы обязательно проверяем всю программу, то есть мы проверяем… А если человек приехал по гринкарт-лотереи, вот у него ничего еще нет, он просто приехал и просто хочет снять квартиру? Я работаю с такими… у меня очень много Евгослав, потому что я говорю на четырех языках, поэтому… На каких? Я говорю на сербском, на польском, на чешском. А где вы направились? Я работала переводчиком в свое время, да. А, окей. Но, что я хочу сказать, мы делаем… я работаю с такими… Как говорится… Новичками. Да, новичками назовем это. У нас идет одна единственная, вам нужно будет… Или чтобы кто-то за вас сделал… Это называется call signer, подписался… То есть в случае с чего он платит? Да. То есть, ну это как бы идет… Ну да, да. Человек, который подписывается за вас, если вдруг что-то случится, но самое главное, мы берем тогда еще один, например, депозит. То есть имеется в виду один… Лишний месяц. Депозит, один лишний месяц за то, что вы будете проживать, который, когда вы уезжаете, вам возвращается. И можно тогда уже без касания. Тогда уже можно без касания. Я понял. То есть, цена вопроса – это один месячный рент, который ждет вас пока там… То же самое я хочу коснуться темы, когда, например, люди… Вот я много тоже работаю за границей, они не могут показать количество денег. Потому что здесь, когда ты покупаешь, ты должен показать, что у тебя есть наличные в Америке. Или, например, за границей. Люди этого не могут делать. Есть тоже пути, как мы это… Составляем контракт… То есть, все это решаемо. Все это решаемо, да. Значит, вот посмотрите. Это называется living room. Вот это вот. Вот это living room, да. А какая площадь квартиры? 850 square feet. Что-нибудь там около 80 квадратных метров. Да. Здесь вот это дальний room. То есть, если… Столик поставить для еды? Кушают. Есть люди, которые закрывают это и делается дополнительная комната. То есть, вот тут где мы… Вот тут закрывается. Вот тут закрывается. Вот оно. Вот тут вы ставите квартиру. Все и закрывается. Если хотите, вы закрываете кухню, и тогда вообще у вас получается отдельная комната. А делают хотя бы действительно? Делают. Есть люди, которые закрывают даже вот этот балкон и делают свою комнату. Но это в зависимости от того, что нужно. Но это не нужно спрашивать там пермитов каких-то или… Нет. Пока у нас и нашим бабочкам идти не нужно. Воярли уже вам нужно на все. Хорошо. Здесь очень отличается в зависимости от области. Хорошо. Итак, мы понялись вот этой частью. Пол – это все положено новое. Значит, мы идем дальше. Вот это кондиционер. Во Флориде самое главное – это кондиционер. Это кондиционер новый. А что он так выглядит-то? Он выглядит, вы не волнуесь, как он выглядит. Но это кондиционер, насколько ему не новый, я обманываю. Это кондиционер ему, по-моему, 8 лет. А это фильтр. Который вставляется, обязательно меняется. Да, все это для чистки. Но кондиционер, я говорю, в Флориде – это самое главное, что есть. Потому что… А не будет шуметь вот эта шума? …влажность. Шум не будет. Мы сейчас попробуем, вам покажу. Давайте мы сейчас пройдем. Посмотрим. Да. Так, смотрим, что еще. Вы посмотрите, это спальня. Спальня. Спальня метров 13-14 такая. Да. Сколько света? Метр в 16. Сколько света говорит. Спальня, здесь очень большие окна. Я говорю, это немножко уникальный проект, потому что здесь двухэтажные квартиры. Одноэтажные квартиры мы с вами посмотрим. Люди часто спрашивают, почему в Америке нет подоконников? Ну, нет. Я не знаю. Слушайте, пальма под окном, друзья. Все. Те, у вас, у кого под окном пальмы нет, ставят лайк под нашим видео. Так. Да. Пальма нету, и там мы видели, что канал. Во Флориде все, что касается, когда вы смотрите на озеро, на искусственное, на канал, на какую-то там жабу, с жабой какую-нибудь там лужу, это уже считается типа лайквью. Понял, понял. Там считается, что это дополнительные бенефиты. Да. Потому что во Флориде все вокруг океана идет. Так. По-моему, выключили свет? Не выключили. А света нет? Ничего нет. А, выключили. Ну, ничего, ничего. У меня камера выхватывает, друзья. Значит, мы с вами тут пользуемся таким естественным светом. А сейчас я включу. Так. Значит. О. Да, нет, нет, ничего страшного. Ничего страшного. Все обложено на плитку. Эта квартира уже переделана. Нет, друзья, кажется, что зеркало. А на самом деле там еще и шкафчик должен быть. Обычно там есть шкафчик, нет? Есть. Есть, должен быть. А, тут все. Просто одной рукой мне неудобно. Да. Да, там есть шкафчик. Отлично. Хорошо. Плиточкой, плиточкой. Тоже сейчас выложили? Свеженькой, да? Да. Все плитка обложена. Все это сделано. На полу черный такой. Тоже черная плитка. Хорошо. Ну, что же. Я хочу сказать, что вот этот второй этаж создает некоторый объем. Знаете? Потому что высокий потолок. А-а-а. Здесь очень высокий потолок. Такой, то что называется, cathedral ceiling. Да. Такой кафедральный. И, конечно, вот это видно озеро на канал. Это играет большое преимущество. Играет роль важную. Квартира, например, если бы не было этого вида. Да. Ну, и, например, по, ну вот, лестнице особенно, что больше всего здесь стоит лестницу положить, даже настолько плитку. Она бы ушла, наверное, 1150-1175. То есть разница в том, насколько сделано, ремонт сделан в квартире. Понял. То есть, если вот, например, как моя Светлана. Светлана, Светочка, иди сюда. А то подумают, что я выдумываю, иди сюда. Светлана никогда не возьмет квартиру с ремонтом. Она скажет, я ремонт сделаю так, как я хочу. Абсолютно. Вот. Ну, на аренду это все речи. Еще. Еще. А люди себе берут, допустим. Вот эта же квартира в, я не хочу сказать, в разрушенном состоянии, но в таком, знаете, что надо делать ремонт. Да. На сколько дешевле? Я думаю, что 100 тысяч где-то. Может быть, 98. То есть, на десятку дешевле. Да. То есть, это как раз то, что в такую квартиру, вот давай такую, квартиру такую положить, ну, например, здесь играет роль ламинат, или вы ложите, например, плитку. Да. Потому что это второй этаж, вам нужно изоляцию положить. То есть, это где-то, наверное, будет около 5 тысяч. То есть, под нами люди живут. То есть, под нами люди живут. Под вами живут люди. Это флоридно, но квартира, так как вы поднимаетесь по лестнице, это третий этаж. То есть, единственная причина серьезная, почему это ламинат, а не плитка, это потому что, чтобы не стучать людям по голове. Ну, можно сказать так, но дело в том, что во Флориде стараются, чтобы не было ковровина, потому что здесь влажность. Просто мы видели вчера много таких, ну, правда, в городе, и там всюду плиточка лежит. Да. И мы подумали, что просто, потому что жарко и… И жарко, но, в первую очередь, влажность. Поэтому вы открываете все время дверь, окна. И раньше просто… Дело в том, что раньше постройки, которые строились, строились только с ковролином. Да. Это было правило. Было увеличение такое, да. Сейчас этого нет, поэтому… Конечно, здесь объемно. Давайте мы Свету послушаем, она у нас… Да. Она строительная. Очень хорошая квартира. Правда, тебе нравится? Да, неплохая квартира. Ну, я бы не стала, конечно, закрывать ленинг, дверью делать еще одну комнату там. Но если у тебя трое детей, или есть ограничения, сколько народу может тут жить? Теоретически, в такой квартире два взрослых. Угу. То есть без деток? Ну, дети тоже. Я именно за взрослых. Хорошо. Такой вопрос. Вот мы в этом комплексе, в котором вы сказали 300 квартир. Да. Я плачу там чуть ли не 400 долларов в месяц за всякие дела. Я понимаю, что там есть отчисления на страховку. Там есть… Нужно свет там, чтобы горел, чтобы травку постригали, там и так далее. То есть то, что необходимо. Но… Какие-то вот… Тоже, как сейчас на современном русском языке говорят, какие-то ништяки есть. Вот… Вы имеете в виду подводные камни? Нет, нет, нет. Прикольные штучки. Вот бассейн я видел. Там при входе, да? Да. А это мы с вами зайдем туда. Это целый клабхаус. Называется по-английски «Amenities». Аmenities. То есть это все, что сопровождает ту квартиру. Да. Есть большие теннисные корты, бассейн, джакузи, спортивный зал. Это обязательно, практически, ну, 95% комьюнити во Флориде это имеет. И вот эти деньги покрывают их в частности? Абсолютно. Вы ничего не платите. И плюс вот страховка покрывает здание само. То есть если что-то разрушено, балконы, крыша, то самое такое дорогое, это все покрывается. А вот эта территория конкретно, она является, так сказать, тем местом, где проходят всякие хоррители иногда или как-то вот… Вы знаете, ураганы проходят, конечно, но они с нашей стороны, это уже исторически сложилось, у нас практически таких разрушительных океанов нету. Они в основном все идут в Мексиканский залив. Это связано с отношением воды, теплой воды, холодного воздуха и наоборот. Ну вот, скажем, сколько лет уже вот эти… Ну, например, у нас был большой ураган, который действительно принес… Я могу сказать, что разрушение это было в 96-м году. Ой, я имею в 2006-м году. Это ураган Вилма. Он прошел и здесь, например, были разрушения. Здесь были разрушения крыши, балконов, окна не бились. Но это покрыто… Это покрывается страховкой комплекса. Да. Что самое худшее в таком случае, это делается так называемый special assessment. То есть это покрывается, это берется деньги одноразово, деньги сдаются хозяинами квартир. Но есть страховки, которые покрывают и assessment. Нет, assessment не покрывается. Это вы страховку комплекса говорите? Да. А я как частное лицо могу… Это покрывается все, что внутри. Да. Но assessment не покрывается. У вас нет такого… В Калифорнии вы можете купить такую страховку, которую еще и assessment покрывает? Нет, такого у нас нет. А у нас есть. У нас это совет директоров собирается и говорит, что каждый должен дать там, например, по тысяче на починку крыши, например. А если у вас есть страховка, она вместо вас и даст? Ну, у нас такого нет. Понял, понял. Хорошо. Ну что, мне здесь нравится. Вот посмотрите, вид какой красивый из окна. Видите тоже. Давайте, да. Мы с балкона, я думаю, тоже смотрели. Это еще… Здесь еще есть одна вещь. Во Флориде очень важен фактор – животные. Потому что у нас люди… В хорошем смысле? В хорошем смысле? Собачки. Хорошие собаки. А, они тоже крокодилы. Домашние животные. В нашей комьюнити здесь, в нашей комьюнити, можно иметь две собаки и одна собака может быть больше 40 паундов. То есть 22 килограмм. Понял. Другие комьюнити… Знаете, на что это чисто внешне похоже? Это чисто внешне, эти здания, вот эти вот, на которые мы смотрим. Там… Вы сказали их тут сколько-то там… Ну, это другая комьюнити. Мы сейчас находимся… А, это не наше. Нет, вот наше… Вот на этом… Ну, вот эти здания, они типа наших, тоже там они такого типа. Они похожи на какой-нибудь партийный или профсоюзный дом отдыха. Вот, советских времен, знаете, там для… Не знаю. А, не видели таких? Ну, вот такого плана. Ну, это вообще так... Ну, вот, спасибо за внимание. Ну, вот. Ну, вот.